Халатный подход к строительству, а также завышенные тарифы. Недобросовестных подрядчиков и монополистов сегодня раскритиковали жители Бустандыкского района Алматы. Проблемы граждан сегодня выслушал лично Бахаджан Сагентаев. Это уже восьмая встреча главы мегаполиса такого формата. Вопросы Акиму задавали самые разные. От благоустройства дворов и модернизации ЖКХ до беспорядочной застройки выплат АСП. Обо всем по порядку в материале Салтанат Шорай. Зал, в котором прошла встреча с жителями Бустандыкского района, едва вместил всех желающих. К свободному микрофону выстроились целые очереди. Жалобу граждане высказывали одну за другой. И одна из наболевших проблем – некачественная работа подрядчиков. Дворы отреставрированы, а играть детям все равно небезопасно, говорят жители. В прошлом году было проведено благоустройство дворов в микрорайоне Казафилим. В частности, дом 15, 16 и 17 двор. Работы были проведены некачественно, с нарушением санитарных норм, строительных норм, технологических норм. Наш подрядчик Алатау Констракшн обанкротился. И 11 мая Аким Бустандыкского района обещал, что будет подыщена другая компания подрядчика, которая будет вести ремонт того, что сделали некачественно. Например, дети играют в футбол, бьют мячом по сетке, сетка тут же разрывается и в ней появляются дыры. Каждый раз на встрече слышу, что нерадивые подрядчики, хорошие деньги выделяются на различные проекты, но вот из-за подрядчиков проблемы большие, некачественные исполнения. В общем-то, я внес предложение, и все в других районах поддерживали, в плане того, что пока, если там двор в Казахфирме, пока жители этого микрорайона не скажут, ну хорошо, акты не подписывать. Много нареканий касательно модернизации ЖКХ. Пока горестроители ремонтируют одно, рушится другое. Разобраться просят главу мегаполиса. Кто-то озвучил проблему в микрофон, а кто писал на бумаге. Письма тут же забрасывали в специальную урну. Я задала вопрос Акиму о том, что по вине подрядной организации СК Абсолют, ТО СК Абсолют, будет ли восстановлен материальный ущерб жителям, по вине которых были залиты 24 квартиры Орбита-2, дом 6, и 6 квартир на ВАИ-316 во время капитального ремонта Кровель. Как выяснилось, у алматинцев сложные взаимоотношения с монополистами. Поставщики услуг сами устанавливают тарифы на подключение к сетям, что вызывает недовольство у людей. Нужно разобраться и унифицировать стоимость этих работ, считая Аким. Я представляю жителей массива Табигат, расположенного по улице Дулати, микроин Хантенгри. Это в районе Алмарасанского ущелья. Дело в том, что в конце мая месяца наш массив был отключен от питьевой воды. Водопадающая организация ТО «Холожак», мотивируя тем, что якобы у них тяжелые финансовые положения тяжелые и низкие тарифы на подаваемую воду, просто прекратила свое функционирование. Остро стоит и вопрос точечной застройки. Горожане хотят, чтобы на маленьком участке не возводили высотки, а разбили зеленые скверы. Недавно вернулся из Павлодара, где местные жители с благодарностью вспоминают вашу работу Акимова области. Регион реально расцвел. Алматинцы тоже, думаю, будут благодарны, если вы остановите точечную застройку в центре города. Звучали и залы, и вопросы по поводу адресной соцпомощи. Дополнительно на АСП мегаполису выделили 3 миллиарда 450 миллионов тенге. Добавляются и средства из местного бюджета. Однако проведенные проверки выявили, помощь государства получали не только нуждающиеся. Мы обнаружили семьи, которые зарегистрированы в городе временно, но детей оставили у бабушки с дедушкой. Они ходят в школу в других областях. У нас в основном, если у нас более 9 тысяч семей, 9 350, из них почти 20% у нас временная регистрация. Это не те, которые имеют постоянную прописку. Выплаты прекратили 1350 семьям. Проверки будут проводиться до конца года, отметил Аким. Вместе с тем напомнил, желающим открыть свое дело готовы помочь. Им предоставят кредит под льготные проценты, а предприимчивых многодетных мам обеспечат необходимой техникой. Поддержку окажут и действующему бизнесу. На помощь государства надеются и люди с особыми потребностями. Хочу передать письмо. Я сейчас сброшу в урну. Дело в том, что у меня на издевении проживает дочь, 31 год. Инвалид первой группы. Сидит в кресле каталки. Кругом проблемы с этими пандусами. Нету пандусов. Первый этап встреч с жителями районов завершен. Сотни вопросов взяты на заметку. Отныне встречи будут проходить ежеквартально. Салтанат Шурай, Рашид Шукралиев, телеканал Алматы.